Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прибывают на северные побережья Африки, покупают какую-то баржу, которая еле держится на плаву, и желающих бежать оттуда тьма, их искать не надо. И все они жаждут попасть в Европу. Значит, их как сельдей в бочку загоняют на эту баржу, причем учтите, что деньги с них берут. Тут совестью тех, кто все это организует, даже не пахнет. Я в разных источниках смотрел, до 500 долларов требуют за такой билет. И вот эта баржа, в конце концов, отчаливает от берега, и, значит, спаситель, в кавычках, естественно, этих несчастных, оттаскивает ее в море и дальше бросает, по сути. С этой минуты проблема беженцев становится проблемой Италии, Франции, куда они, собственно, плывут эти беженцы. Летчики их находят, кого-то там спасают. Об этом уже много говорится, что сегодня дно Средиземного моря превращается в гигантское кладбище. Ну, тут, конечно, проще всего осуждать европейцев за то, что происходит, но факт остается фактом, так оно. А сегодня вот к этому бегству через просторы Средиземного моря добавились и сухопутные проходимцы, которые занимаются тем же самым бизнесом. Ну, буквально в последние дни все это облетело и газеты, и журналы, и на радио, и в том же интернете появлялась информация. Люди попадают в Грецию, люди попадают в Болгарию, в страны, бывшие Югославии. Они все хотят, естественно, мечтают добраться до Германии, Австрии, куда-то туда. Вот, и их набивают опять, как сельдей в бочку. Правда, теперь не в баржу, а в какие-то грузовики, в какие-то машины, совершенно непригодные для перевозки людей. И вот мы наблюдаем то, что наблюдаем. Сейчас я не буду развивать эту тему, это вот сегодняшние события, и что мне тут добавлять? Вы каждую минуту можете черпать эту информацию из сотни самых различных источников. А вот, возвращаясь к нашему Гуннуру Гейнзону, читаем у него такое. Голодающие люди не воюют, они только страдают. А тем не менее, вот во всех этих проснувшихся странах, о которых я упоминал в предыдущем ролике, на самом деле мы наблюдаем кошмарное насилие. И вот это насилие он, Гуннер, объясняет вот именно через нарушение этого баланса, точнее возникновение дисбаланса, когда возникает огромное количество сегодня уже подросших вот этих вот мальчиков, которых в предыдущих роликах я разбирал, как называл, 0-4 года, да, сегодня им уже 15-29, они могут взять в руки оружие и что-то такое делать. Ну, тут можно сейчас начать притягивать Фрейда, Юнга, Фрома с его типологией о том, что вот молодому поколению в принципе свойственно, его концепция отрицания, отрицания, то есть неприятие Фрома, неприятие существующей реальности и желание ее изменить. Гуннер объясняет это несколько иначе. Да, наверное, действительно молодежи свойственна вот такая агрессивность, во всяком случае она легче поддается вот этой идеологии агрессии. Человек, поживший, он более консервативен, но сейчас даже не об этом. У этой молодежи, а факт остается фактом, ее становится все больше и больше, особенно в мусульманских странах, я в данном случае не напираю на идеологию, увидите, я потом доберусь и до этого момента, я отнюдь не хочу все свалить вот на религию. Нет-нет, тут разговор, и, кстати, Гуннер тоже ведет разговор, не об этом. У нее возникает чувство невостребованности, то есть общество, в котором они живут, они как бы, эти молодые люди, не нужны. Им нету работы, они не могут найти занятости, они не получили соответствующего образования. То есть произошло вот такое. И дальше он приводит цифры, я буду все время обращаться к цифрам, потому что это, наверное, самый сильный аспект той книги, которую он выпустил. Он берет вот столетие, 1900 год, 2000, как он говорит, 5 поколений. Ну, несколько смело, я всегда считал, что поколение это 25 лет, но он берет 20, ладно. Так вот, в мусульманском мире за это время прирост произошел со 150 миллионов до миллиарда 200 миллионов. То есть вы представляете, какой рывок? Для сравнения, вот он приводит, население Китая за тот же период с 400 миллионов выросло тоже до миллиард 200 миллионов. Тоже огромный прирост, но все-таки это 300 процентов. Население Индии 250 миллионов, тысяча миллионов, ну миллиард, да, 400 процентов прирост. И для сравнения он приводит другие цифры. Например, он рассуждает, что в той же Германии прирост составил такое ничтожное количество, что наблюдается нехватка молодого населения. А вот другие цифры и другие рассуждения, что вот между 1988 и 2002 годами в развивающихся странах родилось 900 миллионов сыновей. И горячие источки стали практически предсказуемы. Накануне, так он его называет, талибанского переворота, речь идет об Афганистане, в 93-м году, население выросло с 14 до 22 миллионов, то есть практически удвоилось. В Ираке в 50-м году было 5 миллионов населения, а стало к 67-му году 25 миллионов. Ну и там другие цифры он будет приводить. Вот он в частности к Газе опять обращается. Там население составляло 450 тысяч, а вот за 15 или 20 лет оно выросло до 3,3 миллиона человек. То же самое будет происходить и в других странах. И для сравнения он говорит, что за то же самое время, если взять, скажем, с одной стороны Афганистан, а с другой стороны Францию и Германию вместе, то получаются сопоставимые цифры. То есть крохотная, неразвитая ни в каких отношениях, ни в экономическом, ни в культурном, ни в каком другом страна, как Афганистан, дает прирост населения сопоставимо, как я уже сказал, Германия и Франция вместе взятыми. И вот эти бедные, невостребованные, молодые люди и становятся тем, чем становятся. То есть происходит процесс, как он его называет, насилие во имя насилия. То есть никак иначе в жизни себя они реализовать просто не могут. Он дальше спрыгнет на рассуждения о периоде Гитлера и Муссолини. И тоже будет говорить, что именно вот в это время в этих странах наблюдался огромный прирост населения. Дальше он будет рассуждать о том, что происходило в Германии. И он вот заявляет, например, что если бы после 45-го года, ну после окончания Второй мировой войны, Германия давала бы такой же прирост населения, какой происходил накануне, то есть с том же темпе, такое же количество детей появлялось бы в семье, то за промежуток времени до вот наших дней прирост получился бы 500 миллионов. А на самом деле мы имеем прирост населения в Германии всего 80 миллионов. То есть видите, этот прирост замедлился. Замедлился потому, что семьи стали планировать себя. До сознания людей дошло, что родить ребенка это еще не все, надо его вырастить. А вырастить ребенка, не вам объяснять, в общем-то дорогое достаточно удовольствие. И вот дальше он дорассуждался до того, что если бы вот такой ситуации, такой остановки вот этого спонтанного роста населения не произошло, то трудно предсказать, как бы вела сегодняшняя молодежь себя в Германию. Он начинает рассуждать о том, что, наверное, бы вспомнила и про Вроцлав, который был отобран у Германии после Второй мировой войны, и наверняка вспомнила бы про Тенигсберг и про многие другие земли, которые отошли. Видите? А сегодняшняя Германия в этом плане совсем не агрессивна, и никаких претензий такого плана не испытывает. И вот когда он переходит опять к мусульманским странам, то вот он пример, ну для него это классическим этот пример становится, он приводит пример с палестинцами. Я зачитаю цитату. Палестинцы – это самый показательный пример. Они получают больше международной помощи на душу населения, чем любые другие перемещенные лица или беженцы, поскольку доход каждой палестинской семьи исчисляется по количеству детей. Таким образом, дети – не материальное бремя, а наоборот – прекрасный источник дохода. И вот в этом месте я сейчас остановлюсь. Я просто хочу, чтобы вы немножко поразмыслили на эту тему. А у меня на этот предмет есть уже мой из моей личной жизни пример. Но давайте этот разговор я отложу все-таки до следующего ролика, поскольку, как мне представляется, и здесь было сказано достаточно для того, чтобы было о чем подумать. Сейчас давайте попрощаемся. Всего хорошего. До следующей встречи.